Как ранее уже упоминалось, мой участок составлял раньше 4 сотки. Это вот то, что находится перед нами. Здесь вот банька, домик небольшой, вот эти вот грядки. И прошлой осенью мне было предложено соседам еще 4 сотки. Вот они, там где кукуруза, вот видно тыква. Вот грядка под укрытием, это еще безрассадные помидоры. То есть участок стал 8 соток. 8 соток, конечно, это тоже не очень много, но все-таки побольше, чем вот эти 4. И пришлось немного потрудиться, чтобы привести в порядок вот этот вот доставшийся участок. Дело в том, что этот участок был довольно сильно запущен. Мало того, что вот здесь вот домик, он, к сожалению, пришел в негодность, приходится его сносить. Подсобные помещения, вот там в конце участка видно, тоже пришлось полностью восстанавливать. И сам участок, ну, представлял из себя запущенное состояние. Здесь были кусты старой смородины непонятной, какой-то малины тоже непонятной. Облепиха, по-моему, даже дикая там какая-то росла. И в рост человека здесь росли сорняки многолетние и однолетние и все такое прочее. И вот зрители канала частенько стали спрашивать, как был приведен в порядок вот этот вот дополнительный участок. Что можно сказать? Дело в том, что еще до конца, конечно, все работы здесь не закончены. Только первый этап, хотя прошел уже практически год с момента, когда этот участок уже стал моим. Что я сделал в первую очередь? Поскольку участок был запущенный, чтобы оккультурить почву, вот на этом месте здесь росла как раз старая смородина, малина. Просто эти кустарники были срезаны под корень. Корчевать, конечно, я их не стал, это очень трудоемко. Их срезал и культиватором прошел этот весь участок. Вот где сейчас ничего нет. Конечно, культиватору пришлось нелегко, но тем не менее он справился. У меня электрический культиватор. И более или менее размолотил все оставшиеся в земле корешки, которые не смог измельчить. И он повыбрасывал на поверхности, они были собраны. И более или менее участок оказался пригодным для использования. Это было сделано весной. И сразу же на этом месте была посажена картошка. Вот здесь была картошка. Сейчас она убрана. Картошка это очень неприхотливая культура. Она как раз хорошо помогает привести в порядок участок. Особенно в том случае, где очень много сорняков. А сорняков здесь было очень и очень много. Еще картошки не было в помине, а сорняки уже стояли здесь стеной. Здесь, конечно, пришлось первое время поработать тяпкой несколько раз. Но потом картошка начала всходить. И по мере роста она сама уже начала подавлять собой сорняки. И в конце концов, картошка дала неплохой урожай. Не рекордный, но тем не менее неплохой. После того, как картошка была убрана, участок немножечко вот этот был выровнен. И на следующий год здесь уже, во-первых, сорняков столько не будет. И можно уже размещать какие-то культуры. Сразу скажу, что на этом месте уже предварительно запланировано выращивать тыкву, кабачки, арбузы и дыни. Это тоже очень неприхотливые культуры. И если сорняки будут снова появляться активно, они помогут с ними справиться. И не требуют больших трудозатрат. То есть вот этот участок таким образом будет оккультурен. Половина дела сделана. На следующий год, я думаю, уже почва будет намного лучше. И сорняков намного меньше. На второй половине вот этого дополнительного участка. Ситуация была примерно такая же. Но здесь картошки столько не нужно. Здесь было решено разместить вот тыквы. Они до сих пор не убраны. Кукурузу. Частично она еще тоже осталась. И арбузы вот здесь вот, пустое место. Они сейчас уже сняты все. Вдоль забора, чтобы немножечко прикрыть его неприглядность. Этот забор мне не принадлежит. Потом с ним буду решать, что делать. Высажены подсолнухи. Подсолнухи мы не собираем. Они для птичек. Птички с удовольствием их клюют. Как известно, тыквы, кукуруза довольно неприхотливые и очень мощные растения. И они сами по себе дают серьезный отпор сорняка. И вот сейчас тыковки будут убраны. И эта почва тоже будет уже более или менее в приличном состоянии. То есть сорняков здесь будет намного меньше. А на следующий год, чтобы дополнительно эту почву тоже оккультурить. И не потратить на это много трудозатрат. Здесь на этом месте запланирована картошка. И она на следующий год докончит дело оккультуривания вот этого участка. Кроме того, вот на этом месте, где сейчас растет клубника, это высаженные усы в этом году. Здесь все-таки рискнул, вот на эту целину, можно сказать, на запущенное место высадить лук. Вот здесь были три грядки лука. Лук вырос, сразу скажу, хорошо. Но пришлось с этим луком повозиться. Потому что лук, конечно, не такая мощная культура, как тыква. Ему тяжело бороться с сорняками. И пришлось до самой уборки лука сорняки здесь пропалывать. А сорняков здесь было просто немерено. Ну, делать нечего. Все-таки три грядки это не очень большое пространство. И регулярными прополками удалось сорняки немножечко задавить. Даже многолетние сорняки, они, конечно, еще может остались некоторые в почве. Но на следующий год они взойдут очень слабо. И уже прополками их будет гораздо легче уничтожить. Вот здесь под укрытием безрассадные помидоры и жгучие перцы еще пока остались. Сразу скажу, что выросли они более или менее нормально. Никаких проблем. Но тоже пришлось повозиться сорняками. А так подкормки помогли даже на этой не очень плодородной почве получить неплохие урожаи. Вот это безрассадные помидорки. Ну-ка посмотрим там что. Ну, безрассадные помидоры понемногу, вот видно, продолжают поспевать. И, надеюсь, тем самым продляют плодоношение. И еще пока погода позволяет, постоят. К слову сказать, остальные все помидоры уже убраны. Вот здесь, рядом с домиком, который понемногу разбираю, здесь практически ничего еще не сделано. Периодически здесь выкашиваю траву. Еще под зиму она будет выкашена. Вот этот куст будет убран калины. За оградой есть, так что можно без него обойтись. И здесь, собственно, пока что и все. Дорожку я оставил пока. Видимо, оставлю ее и в дальнейшем. Еще на этом участке были весной высажены три саженца яблонь. Вот они. Вот один саженец. Там среди тыквы второй и среди последней тыквы третий. Саженцы все принялись. На следующий год они уже будут гораздо более рослыми. И, надеюсь, со временем дадут неплохой урожай. Вот эту часть участка еще пока никак не обработал. Ну, здесь просто выкашивал травку. Планируется здесь сделать зону отдыха более расширенную. Но это, конечно, когда закончатся ремонтно-строительные работы. То есть будет разобран домик. Вот видно здесь еще доски всякие старые. Я распиливаю на дрова. Ну, а дрова складирую вот туда, в поленицу. Они, конечно, очень нужны. Ну, возни со старым домиком довольно много. Ну, а клещевину я высадил вот здесь, чтобы каким-то образом отгородить вот этот вот газон от кабачков и от расположенной дальше картошки. Ответ на вопрос, каким образом можно оккультурить заброшенный участок, будет следующий. Если планируется затратить на это не очень много времени и не очень много труда, то можно пойти по самому простому пути. Ну, например, как сделано вот здесь. То есть высадить картошку, тыкву, арбузы, кукурузу, кабачки. Ну, то есть вот такие очень неприхотливые культуры, которые сами по себе неплохо борются с сорняками и оккультуривают участок. Если времени все-таки планируется затратить побольше, то можно сделать некоторое количество грядок. Например, вот лук, можно помидоры какие-нибудь посадить, ну и так далее. Но сорняков будет очень много и надо будет регулярно полоть и много раз. В отличие, например, от тыкв, которую полоть не надо. Да и картошку тоже особо можно не полоть, только в начале. Вот таким способом можно за один-два сезона привести участок в порядок. И, естественно, сразу надо делать посадки яблонь, кустарников и все такое прочее. Потому что они растут довольно медленно. И, чтобы не терять время, это можно делать или осенью, или весной. Я вот весной высадил эти саженцы. Ну, а в конце я могу заверить, что страшного в том, что участок заброшен, ничего нет. Довольно быстро можно его привести в порядок. Конечно, желательно вспахать его с помощью какой-то техники. Потому что, вот как здесь вот, например, было у меня вручную, вспахать эту территорию мне бы вряд ли удалось. Потому что здесь столько было корней и так далее. А культиватор все-таки довольно эффективно с этим справляется. Или у кого есть возможность, можно пригласить какой-нибудь мини-трактор на участок, чтобы он это все перепахал очень хорошо в начале. А потом уже дело пойдет. Ну, а в конце пожелаю огородникам, кто планирует заняться вот такими территориями. Опасаться не стоит. Ничего страшного в этом нет. Повторюсь, можно было бы сделать нам все гораздо быстрее. Но много времени заняли вот эти вот хозяйственные работы. Вот этот домик по-прежнему требует к себе очень много внимания. Ну, на следующий год, я думаю, с ним закончу. Речь идет о разборке. С другой стороны, это полезно тем, что будет довольно много дров. Я тоже, конечно, сначала колебался, брать этот участок или не брать. В сущности, мне 4 соток хватало. Но, однако, сейчас ничуть не жалею, что участок теперь 8 соток. Будет теперь, наконец, большая зона отдыха. Будет большой цветник, кустарников будет побольше. Так что свободного места, я думаю, тут не останется. Все культуры можно уже теперь выращивать не в тесноте, а размещая их довольно просторно на участке. Это очень удобно и растениям так лучше расти, но и огороднику, конечно, так лучше их обрабатывать.